Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Пронко. Реальное время на Финам.ФМ. Сегодня у нас будет важный, принципиальный, я бы сказал, крайне сложный разговор. Я сегодня постараюсь молчать, вообще молчать, да, буду таким наномодератором, нановедущим реального времени, чтобы предоставить возможность нашим с вами гостям, экспертам, высказать свои мнения и соображения, потому что мы будем говорить о десталинизации России. Я с удовольствием представлю моих сегодняшних собеседников. Они придерживаются разных взглядов, они их и представят. Позвольте начать с Валентина Гефтера, директора Института прав человека, член направления правозащитного общества «Мемориал». Валентин Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Рад видеть. Первый заместитель, председатель комитета Госдумы России по делам ветеранов, член фракции «Единая Россия» Франция Клинцевич. Франция Адамовича, также рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Мой хороший друг, политик, историк Владимир Рыжков. Владимир Ратвит, добрый вечер. Да, взаимно, добрый вечер. И также у нас сегодня в гостях генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Адюков. Рад видеть. Александр, добрый вечер. Напомню, средства коммуникации для слушателей 65 10 99 6 и код Москвы 495. Можно звонить, высказывать свои мысли и соображения, но вы сами понимаете, это будет уже к финальной части программы. А вот писать на сайт www.finam.fm вы можете уже сейчас. Пользуйтесь этим средством коммуникации. И, как я обещал в своем живом журнале сегодня, после вчерашних всех этих атак, наконец-то LiveJournal заработал. Работает и достаточно стабильно. Я за ребят рад, что они решили свои проблемы. Я запускаю смс-голосование. Это мой вопрос, как автора ведущего этой программы. «Сталин – кровавый диктатор или эффективный менеджер?» Не мною придуманы эти трактовки и эти определения к данной исторической фигуре. Если вы считаете, что «Сталин – кровавый диктатор», то, пожалуйста, на короткий номер 5533 отправьте смс-сообщение с буквой «А». Если вы считаете, что он был эффективным менеджером, то 5533 – буква «Б». Еще раз. «Сталин – кровавый диктатор» 5533 – смс-ка с буквой «А», с одной-единственной буквой «А». «Эффективный менеджер» 5533 – смс-сообщение с буквой «Б». Прежде чем мы начнем дискуссию, я единственный момент хочу озвучить, потому что много кривотолков идет сейчас в LiveJournal и вообще все в социальных сетях о том, что же произошло и какое высказывание было у вступившего во второй раз главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Дело в том, что так совпало. Буквально накануне перед вступлением он дал большое интервью «Интерфаксу». Но так как «Интерфакс» распространяют по подписке, соответственно, основная масса аудитории не имеет возможности, только профессиональные журналисты СМИ имеют возможность прочитать. Так вот, Кадыров на самом деле проклял Сталина. Он назвал Сталина прямая цитата «Сталин враг народа». Кадыров приводит конкретную трактовку, то, что в Великую Отечественную войну на фронте воевали десятки тысяч чеченцев, сотни тысяч помогали в тылу, но из-за горстки подонков он отравил жизнь всему народу. «Мои предки сидели в тюрьме. Я во время своих выступлений всегда его проклинаю. Пусть он будет проклят». Вот такое было высказывание в интервью вновь вступившего на должность главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова агентства «Интерфакс». Валентин Михайлович, по вашему мнению, насколько актуален вопрос десталинизации нашей страны, нашего Отечества? Когда я из своего опыта могу сказать, когда я три поста написал в ЖЖ по данной теме, я получил такой ушат, простите, дерьма, который я не слышал за всю свою жизнь. Я услышал все, что даже и не думал о себе услышать. И самое страшное, услышал о Сталине то, что для меня казалось, ну знаете, аксиомой, да, а для людей это вызывает восторг. Ваш взгляд на эту проблему? — Ну, вы знаете, во-первых, то, что вылили ушат, это уже говорит, что актуально, потому что обычно молчат, если неинтересно, правда? Я думаю, все согласятся. Во-вторых, вы знаете, еще почему актуально? Потому что вот я вспоминаю маленькую статью, даже интервью Глеба Павловского, моего батюшки, это был 88-й или 89-й год, которая называлась «Сталин умер только вчера». Ну так ведь да, понимаете? Вот, правда умер только вчера. — А мне кажется, что он не умер на самом деле. — Ну, это спорный вопрос, но если говорить о физической смерти, то все-таки, конечно, тоже неинтересно вчера, потому что вот этот период с 53-го, значит, уже 50-60 лет почти, мы тоже прожили, ну как бы не расставшись совсем с той эпохой. Не в том каком смысле, что ее нужно проклясть или там что-то еще с ней ужасное сделать, но не расстались и в душах, и в головах, и в сердцах, и так далее. Второе. Ну, вы знаете, вот мне не очень понятна эта формулировка, которую вы сейчас задали. Или. А почему не может быть кровавый диктатор одновременно эффективным менеджером? Ну, только надо понимать каждое слово, конечно, анализировать отдельно. Кровавый — это моральная, антическая оценка. Диктатор — это правовая, в первую очередь, оценка. А эффективный менеджер — это просто как он делает свое кровавое диктаторское дело. Он его может делать достаточно эффективно. — Модернизирует страну. — И в частности, да. И по Петру, и по Сталину, и по многим другим вариантам. Мы знаем, кровавые были модернизации. Правда? И вообще, наверное, в истории не только нашей страны такое было. Поэтому я думаю, что здесь нужно немножко по-другому повернуть вопрос. Что нам взять из прошлого, ну, в данном случае, описываемый именем Сталина, да? Хотя, знаешь, это только не его имя. В ту же эпоху были самые разные люди, и самые разные, и Великое Отечественное, и Большой Террор, ну, и так далее, и так далее. Что нужно взять с собой сегодня? Не в смысле буквально только притащить какие-то инструменты, там, не знаю, паспорта для колхозников, уж колхозников нет, и паспорта уже нет. А, так сказать, ну, ментальный, что если хотите, и институциональный, и все другие вот элементы нашей жизни. Вот что? Вот вокруг этого идёт спор. И я думаю, что во многом, кто поливает грязью, это не обязательно только старики. Это и люди, которые прошли 90-е, которые видят, что и сейчас происходит, так сказать, не только плюсы, но и минусы в нашей жизни. И одновременно тех, кто вроде вот нас, мемориальцев, ведь мы тоже не ставим вопрос. Вообще, дестинализация, это очень плохое, короткое название той госпрограммы, которую мы предлагаем. Ну, удобная, я бы сказал. Ну, удобная, удобная, кличка такая. Вот, Ник. И поэтому я хочу дать слово, конечно, и другим своим коллегам, не говорить всё время. Мне кажется, что нужно анализировать то, что предлагается и обществу, и государству, в первую очередь, спокойно, по частям, посмотрев, что наиболее актуально. И вот мы только что с Александром говорили, конечно, никакой модернизации сознания не предлагает мемориал. Но не надо, мы же всё-таки не... Ну, а кто же написано в программе? Я, сейчас, мы об этом можем поговорить. Не все, я ещё раз говорю, разные люди писали, не все выражения... Мальтон Михайлович, я правильно понимаю, что есть что взять из сталинизма? Не из сталинизма, из жизни страны. Это разные вещи. Жизнь страны за 70 лет не сводилась только к сталинизму, к ленинизму, к троцкизму и прочим измам, понимаете? Вот, она была разная. И понятно, что сделали со страной те люди, которыми вот эти вот все измы названы, да? Но одновременно при этом было то, что, так сказать, активность маска, когда-то у нас учили в ИСМАТе, да? И эта активность не могла быть только одна негативной. Не только убивая, одна страна сажала, а другая сидела, понимаете? Ведь было много разного. И много было... Но было и это. Ну, это само собой. Тут даже вообще смешно говорить. Те, кто говорит, что вообще ничего не было с точки негатива, ну, тут таких людей тоже нет, я думаю, у нас в студии. Поэтому смешно, смешно... Нет, вы знаете, я прочитал, опять-таки, в LiveJournal такой комментарий к своему посту, что 90% наслаждалось жизнью, а 10% сидели и гибли. Цинизм этого поста просто меня возмутил до кончиков пальцев. Мне кажется, что написавший очень плохо себе представляет жизнь в Сталинском Советском Союзе, например, во второй половине 40-х. Не только в деревнях. Это Владимир Рожков. В голодных, но и в городах. Поэтому, скорее всего, это молодой человек, который еще не успел ни одну книжку прочитать. Я до фильма не посмотрел. Нет, до фильма не посмотрел. Нет, до фильма не посмотрел. А тебе не представляется, что на самом деле... Насчет счастливой жизни 90%... Тот период начинает обрастать мифами. Да, у нас, собственно говоря, это нормально. Если можно, я вот... Обсуждали перед программой вчерашнюю телепередачу, где все орали, значит, и перекрикивали. А я как раз хочу, чтобы мы в другом немножко режиме сегодня поговорили. Я продолжу то, о чем говорил Валентин. Вот. Вот. Меня зацепило вот это выступление Рамзана Кадырова вот чем. Мне кажется, что у нас на самом деле в нашем обществе есть много разных обществ, которые совершенно по-разному осмыслили, вот в том числе, сталинский период нашей истории. Например, вот для русской православной церкви вопрос давно ясен. И это было высказано, и патриархам... А вот достаточно, бутовский полигон, да. Да нет, ну просто у церкви, у РПЦ есть уже выработанная, выстраданная, четкая позиция. Они ее уже много лет придерживаются. И Алексей Второй об этом говорил, и Кирилл об этом говорит, и наиболее жестко об этом говорит владыка Иларион. Они говорят, Сталин кровавый преступник, людоед, уничтожавший свой народ, прощения ему нет, точка. Точно такая же позиция выработана у чеченского народа. И мы понимаем почему. Мы понимаем, что была депортация всего поголовного народа, фактически там, не знаю, в стиле Кирова Великого или других диктаторов прошлого. Погибли десятки тысяч людей, совершенно стариков, женщин, детей. И для чеченцев этот вопрос решен. Точно так же, как он решен для калмыков. Точно так же, как он решен для немцев по Волжье. Проблема заключается в том, что этот вопрос о природе сталинского режима не решен для очень многих миллионов русских. Вот в этом реальная проблема. То есть надо было депортировать? Одну секундочку. Их не нужно было, Александр, депортировать. Дело в том, что если посмотреть численное соотношение, то самое большое количество жертв от сталинского террора именно русские. Поэтому это было сделано. Вопрос в том, что в отличие от других народов, мы эту драму не осознали, не пережили и не осмыслили. И вот как раз в той программе, которую мы сегодня обсуждаем, я ее внимательно изучил, мне кажется, главный это посыл и главная цель, она так и заявлена, это способствовать осмыслению того, что произошло, и извлечению уроков. И в этом смысле, мне кажется, что эта программа очень правильная, очень важная. И в России есть очень много людей, которые уже это осознали, пережили и уже поставили свои точки над «и», как РПЦ, чеченцы и другие. А есть еще много миллионов людей, которые эту работу не проделали. И второе, почему это нужно проделать? Вот смотрите, примерно в одно время кончилась Вторая мировая война, 1945 год, и умер Сталин, ну чуть позже, 1953 год. Ну это одна эпоха, в рамках 10 лет. И Европа в лице западных европейцев, и Хрущевская, Советская Россия, попытались осмыслить, а что же было? Вот что случилось при Гитлере, при Сталине? Европа пришла к очень глубокому выводу о том, что их к двум войнам мировым привели три заблуждения. Национализм, который наиболее ярко выражал Гитлер и Муссолини. Верховенство национальных интересов, то, что у нас называется национальный суверенитет, когда страны толкались между собой боками, и это приводило к войнам. И третье, это идея сильного государства, которая наиболее ярко была выражена в нацизме, фашизме, франкизме и так далее. И западные европейцы отвергли национализм после 1945 года. Не сразу, это была огромная мучительная работа. Отвергли национализм, отвергли национальный суверенитет и стали интегрировать Европу, делегируя суверенитет европейским органам. И отвергли концепцию сильного государства и приняли консенсию либерального, открытого, демократического государства. И на этом стоит сегодня Европа. А Советский-то Союз эту работу до сих пор не проделал, хотя уже сейчас Россия. Ведь Хрущев-то как сказал, Сталин людоед, преступление лично Сталина, а система хорошая. То есть он как это подавал? Как искажение системы, как перегибы. Но сама система монополии на власть, одна партия, одна идеология и насилие осталась без изменений. Брежнев даже еще усугубил. Михаил Сергеевич вроде бы начал эту работу. Перестройка, гласность, открытие архивов. Но политика правовой оценки так и не была дана. А какой урок-то надо извлечь? Так урок. Мы должны сами себе ответить на вопрос. На два вопроса. Почему мы понесли такие жертвы? Вот Анатолий Вишневский, наш ведущий демограф, самый уважаемый в стране ведущий, он говорит, что демографические потери нашего народа от режима 100 миллионов в 20 веке. Это неосознанно. 100 миллионов, это много. Это погибшие и не родившиеся, да. Погибшие и не родившиеся, да. Но это специалисты говорят, я не специалист. Я им доверяю. Так, жертвы и второй. И второе, почему в течение 20 века мы отставали постоянно. То есть мы догоняли, но при этом отставали. Догоняли, отставали. Вот я говорю о том, что на мой взгляд, как раз и жертвы массовые, и хроническое отставание проистекает от вот этой системы вертикальной, произвольной, неправовой власти. С построенной на насилии и на монополии, на власть. Мы эти уроки не выучили, в отличие от европейцев. Вот они выучили. Вот их больно ударили две мировые войны. Они уроки выучили и изменились. А мы не изменились. И вот как раз я вижу мега, как бы, стратегическую цель этой программы. Я сейчас закончу, чтобы коллегам дать говорить. Главная стратегическая цель, это как раз меня радует эта бурная дискуссия, потому что хуже бы, если ее не было. Потому что как раз, может быть, эта дискуссия поможет нам на самом деле проговорить, понять, осознать, извлечь уроки так, как это сделали европейцы после 45-го года. Это историк Владимир Рыжков. Франц Адамович, Ваш взгляд? Я представляю комитет по делам ветеранов. И сами понимаете, что в данном контексте Сталин, с учетом вот нашей, этой исторической, исторического прошлого, некий национальный герой. И, безусловно, сегодня в той его великой победе, которая состоялась, роль Сталина, безусловно, велика. Хотя мы должны понимать, что эту победу одержал великий народ, многонациональный великий народ, тогда Советского Союза. Но когда мы говорим о Сталине, и самое главное, вот сегодня говорим о некой дестанализации общества, безусловно, время назрело, но я рассмотрел бы вопрос значительно шире. И сравнение Сталин великий мучитель народа или великолепный менеджер, вот в моем понимании, мне кажется, наверное, несколько некорректно. Вот давайте мы разберемся, вот про какие вещи. Когда мы говорим о Ленине и великой электрификации страны, то это не советская власть или не Ленин это придумал. Они взяли и то, что в Царской Российской империи уже было проработано до мельчайших подробностей, взяли и реализовали. Когда мы говорим о проектах Сталина, то это тоже начинает метро. Это же не придумала советская власть, еще в Царской России это все было разработано инженерами. И с учетом того, что произошло в стране, сегодня отлично понимая, что эти преобразования произошли с учетом очень серьезной поддержки зарубежных спецслужб, которые провели великолепную операцию. И то, что сегодня происходит в мире, в других странах, я не хочу на этом останавливаться. Идет такая работа, есть большая, серьезная работа каких-то больших интересов государств. Россия была на подъеме. И Россию нужно было остановить. И остановили Россию, создав некое движение. И я сегодня, когда мы говорим о дестанализации, я говорил бы о декоммунитизации нашего российского общества. Нам сегодня об этом надо говорить, потому что из того, что происходило, мы видим, как пытались выслужиться сторонники и соратники Сталина. потом, через некоторое время, пытаясь скрыть свои преступления. И сегодня в этой попытке максимально довести до ничтожества свой народ, мы, понятно, пришли к страшному состоянию. Состоянию вот этой внутренней некой злобы, озлобленности народа, которой мы до сих пор терпим наследие. Я бы сегодня, говоря в этой дискуссии, хотел бы говорить о доброте, которую необходимо возродить в наших людях. Вы посмотрите, как мы общаемся, как мы живем, как мы общаемся с соседями. Мы просто находимся в состоянии некой абсолютно чуждой человеческой сущности состояния и так далее. Мы, вот с Володей согласится, недавно, только я уже, третий созыв, в Государственной Думе, заходя в лифт, люди начали здороваться. До этого вообще люди не здоровались. Заходили, и никто не здоровается друг с другом. А в чем причина-то? Причина в нас. То есть индивидуалистическая такая нация? Мы очень, мы очень, мы очень злобный народ. Вы знаете, я... Но уж потому, что не ответили на те вопросы, от которых господин Морышков говорил. Вы знаете, ведь сегодня мы на эту тему можем говорить сутками. И все будут абсолютно правы, потому что каждый вскроет какие-то вещи. Но самое главное, мы должны об этом сегодня говорить. Мы должны говорить. И второй момент. Я хочу, чтобы мы понимали одну самую главную вещь. Сегодня все-таки надо открыть все архивы. Дать возможность историкам и специалистам работать. Не надо ничего бояться. Открыть. И пусть общество, специалисты дадут оценку. Правильно. Пусть люди увидят. И тогда будет понятно. Понимаете? Тогда мы не будем политиканить, политизировать ситуацию. Мы должны эти все проблемы открыть. Я вам скажу маленький пример. Я родился в Западной Белоруссии. И советская власть, там, в моей деревне, пришла в 51-м году. А это значит, это был большой период для моих предков, которые не прожили и не знают. Они ментально не несут эту проблему. Ну, как только пришла советская власть, моего деда посадили в тюрьму на 9 лет за то, что он спилил три бревна. Ему нужно было переложить там какой-то там коровник. Я это знаю. И самое страшное мнение, я же поступил в военное училище, я в академии, это был в системе такой, в которой эти вещи проверялись. Мне не сказали, я абсолютно искренне написал, что никто у меня нигде никогда не сидел. И только потом, через некоторое время, мне отец рассказал про эту ситуацию, как они остались одни без деда. Притом, сказала полушутку двоюродная сестра за три бревна на 9 лет, без всяких там, абсолютно простой, неграмотный крестьянин, который жил в деревне, в которой там никто не ходил. Там доехать можно только зимой было до этой деревни, в этих болотах белорусских и так далее. И мы сегодня должны всему этому дать оценку. А общество готово к этому? Общество не готово. Я вам скажу больше. Общество не готово даже с оценкой Великой Отечественной войне. Победа нам далась слишком тяжело. И не говорить о победах, и не говорить о том, каким образом мы достигали эту победу, сегодня тоже нельзя. Сегодня надо это доводить. Я как человек, который в академиях проходил историю военного искусства, отлично понимаю, что потери несоизмеримые. Это просто невероятные потери в каждом бою. И, конечно, сегодня в стране не было возможностей и структуры, которые могла бы по достоинству захоронить и довести до родных и близких о этих потерях. Люди лежали и гнили. Я сегодня думаю, что в этом очень серьезном основательном разговоре нам, как сказал Володя, абсолютно справедливо, нам надо провести абсолютно взвешенный, серьезный, основательный разговор без политиканства, с оценкой. Потому что у людей сегодня, которые там нас слушают, есть разные оценки, в том числе и в отношении Сталина. И хотелось бы, чтобы заблуждений ни в пользу, ни в плюс, ни в минус было меньше. Для этого нужна объективность. Объективность должны дать на цифрах и фактах, которые сегодня есть в архивах, и дать специалисты. Это, я считаю, одной из важнейших задач сегодня нашего общества. Это Франц Калинцевич, депутат Госдумы, фракция «Единая Россия» и Александр. В 70-х годах при Брежневе водители ставили на лобовое стекло своему автомобиле портретик Сталина. Это было на самом деле не столь выражение какого-то сталинизма, сколько определенный вызов существующим властям, вызов тем проблемам, которые имелись в Брежневском Советском Союзе, и проблемам, которым противоставлялся уже достаточно мифологизированный образ Сталина как справедливого правителя. На мой взгляд, то, что происходит сейчас у нас в обществе, в том числе и среди молодежи, это тот же самый вызов на реальные проблемы, которые есть в нашем обществе, на проблемы коррупции, проблемы достаточно серьезные социальные, которым противоставляется образ Сталина как человека, который может устроить государство как надо. Это образ в достаточной степени мифологизированный. Поэтому я совершенно не согласен с Владимиром в том смысле, что выход в данном случае это отсутствие государства, поскольку как раз большая часть молодежи, которая испытывает такие простоленистские достаточно мифологизированные настроения, это те, кто ощутил на себя 90-е годы и кто ощутил на себя отсутствие государства и разруху. А разве во Франции и Германии сегодня отсутствует государство? Вы, видимо, просто не поняли то, что я говорил. Кто ощутил на себя либерализм, либерализм и государство? Владимир, давайте мы не будем меня перебивать, потому что я вас не перебиваю. Нет, нет, просто вы подменяете мой тезис. Этот тезис был про либерализм и про то, что нужно уходить от сильного государства. Вы говорили именно об этом. И в 90-е годы мы увидели, как уход от сильного государства привел именно к национализму. Государство в нацистском духе не означает. Уход от государства вообще. Вот мой тезис. А откуда вы взяли, что у нас было государство в нацистском духе? Советское государство все-таки было. Нет, это про запад Володя, Саша, говорит. Он сейчас не говорит. И просто я предлагаю спорить, не подменяя тезисы друг друга. Я не подменял тезисы. Давайте дослушаем. Дальше, что мы имеем в случае с данным проектом? Мы имеем следующее, что фактически авторы этого проекта, в котором заложены действительно крайне полезные вещи, такие как, например, открытие архивов, как любой историк, я могу это только приветствовать, как социальная поддержка репрессированных. Это еще более полезные вещи, которые действительно, безусловно, нужно делать, как и поддержку многих других социальных категорий. В этом же проекте заложены вещи достаточно абсурдные. Например, о 70-летней гражданской войне. Это концепция, которая объективно ведет к оправданию власовцев, воевавших на той стороне, потому что якобы это была гражданская война. Это уже хорошо известные тезисы, которые давно отрабатывались, в том числе и среди власовцев самих. В этом проекте есть и другие странные вещи, в которых говорится о том же самогеноциде, понятии, которые абсолютно с правовой точки зрения непонятны. — Спросите, с правовой понятно? Другое дело, приложим или к тем явлениям. — Или не приложим, или непонятно, потому что есть понятие «правовой геноцид», но нет правового понятия «самогеноцид». Там есть много других вещей, о которых я не буду говорить, потому что времени у нас все-таки достаточно мало. Я хочу сказать другую вещь. Я, как вижу, это проект, который люди, которые считают, что его правильно принять, которые действительно верят в то, что его нужно принять, пытаются утвердить в обществе не демократическими методами, а методами, собственно говоря, тоталитарными. — Воспользовавшись отсутствием у нас гражданского общества, просунуть этот документ на подпись главе государства, а вдруг он его подпишет. Потому что при подготовке этого проекта никаких дискуссий не проводилось. Документ этот готовился одной узко взятой группой лиц, и вы знаете, что из приглашенных экспертов, из семи приглашенных экспертов, пятеро человек из мемориала. То есть это узкий, ведомственный, не общественный проект. — В кавычках, я надеюсь. — Да, ведомственный, конечно, в кавычках. Проект, который вызвал общественную дискуссию только после того, как его положили президенту. И проект, последствия реализации, который в том виде, в котором он сейчас имеется, несмотря на имеющиеся в нем действительно необходимые для нашего общества вещи, он будет совершенно отрицательным. Я полностью согласен здесь в данном случае с моими коллегами, что нам нужна именно дискуссия. Дискуссия общественная, дискуссия, в которой будут высказываться разные мнения, дискуссия, которые, на мой взгляд, авторы проекта попытались подменить административными методами. — Вот можно на этом поставить точку запятую, Саш, чтобы немножко поспорить. — Или многоточие, да. — Вы знаете, я сам лично не писал этот документ, мне немножко, может быть, легче говорить о капельку отстраненном, хотя это мои друзья и коллеги делали. — Значит, во-первых, мы нацелены были не на какое-то административное решение, не на какую-то подпись президента. И, кстати, должен сказать, что по распоряжению Дмитрия Анатольевича, которое последовало после того, как он заслушал устно и посмотрел бумаги, пока только три пункта из 41 в полном этом пакете написано, что можно, понятно, что делать. — Ну, конечно, сейчас идет на согласование. — То есть это в основном, дело не бюрократическое, это просто, ну, как бы сказать, и предложение подумать государству. Потому что общество этим занимается минимум 22 года с момента создания мемориала, а на самом деле гораздо дальше, раньше было, да. — Мы теперь говорим, что, вы знаете, новые поколения, они многого не знают, многое у них превращено на мифологизированное. Давайте мы введем это в общественную повестку дня с помощью государства. Но не наслаждая, как картошку при Екатерине, а именно введя эти темы. И те, которые вы перечислили, и те, и другие, которые сейчас мы не можем назвать просто из-за нехватки времени. Это и есть начало дискуссии. Мы совсем не думали, что мы директивно закроем дискуссию. — Валерий Михайлович, посмотрите, посмотрите, Валентин Михайлович, извините, пожалуйста, посмотрите, вот этот проект, он был доложен президенту 1 февраля. — Как наши предложения. — Как ваши предложения, безусловно, я не про то. Значит, общество, он не был до того, как президенту доложен, представлен. И после того, в течение практически двух месяцев, он тоже не был представлен обществу. Понимаете? Общество было изолировано от этого проекта. И я лично это расцениваю именно как попытку добиться определенных административных целей. Тогда почему его не опубликовали сразу? — Понимаю, была некоторая дискуссия. Я тоже был противник того, чтобы что-то здесь скрывать. Я можем его опубликовать до 1 февраля сразу, после 1 февраля, но не поздно и сейчас. Никаких, я вас уверяю, ни мы не хотели, ни президент не предлагает никаких. — Никаких административных решений. — Ну вот здесь предлагается, допустим, запрет членов. — Мы же с вами уже давно дискутируем, Александр, на многие темы дискутировали до и будем продолжать после. На сайтах, в новой газете. Давайте продолжать. Только по существу, не придираясь к словам. — По существу. Вот сейчас мы проводили, поскольку дискуссия вещь очень важная, мы разослали по историкам и немножко по политологам вопросы по данному проекту. То есть там было сформулировано 5 вопросов. Мы разослали, кстати, коллегам из мемориала. Ирина Щербакова отвечала нам и Павел Полян на наши вопросы. Так вот, сейчас мы этот опрос закончили и скоро опубликуем. Так вот, что мы увидели? Мы увидели, что уже, даже несмотря на то, что никакого решения по этому программе не принято, уже сейчас нам люди с докторскими степенями отказывались отвечать, потому что они говорили, что я не хочу критиковать решения российской власти. Они считали, что при этом это были люди... — Вот это и есть самая стилинизма. — Прямое наследие стилинизма. — Да, при этом это были люди левых убеждений, но они боялись того, что вот за вот этим принятием этого решения последуют репрессии. — Это только доказывает необходимость такой программы. — Нет, наоборот, поглядите. — Ну, по крайней мере, дискуссия. — Глядите, вот тут в начале программы поминалось высказание Рамзана Кадырова. И мы помним, что не так давно был скандал, когда действительно плохое учебное пособие Вдовина и Барсенкова, оно сопровождалось визитами к ним чеченских адвокатов, которые... — Я бы сказал, авторитетных чеченских адвокатов. — Да, авторитетных чеченских адвокатов, которые давили. Понимаете, научное сообщество не защищено от давления. И давление... — Правового, в данном случае, все-таки правового. — Псевдоправового, правового, но все равно давление. — Давление, которое может носить, как в советское время оно носило, идеологический советский характер, когда мы помним многочисленные порткомы в учреждениях, цензуру в вузах и в издательствах, и которое сейчас может точно так же, и это главное опасение от этого проекта, принять антисоветские идеологические формы. Вот что главное меня здесь беспокоящийся. не вопрос о вархивах или вопрос о социальной поддержке, перезревшие вопросы, а то, что данный проект борьбы с тоталитаризмом, с тоталитарным наследием... — Не проводил с тоталитарным методом. — Не проводил с тоталитарным методом, что он может привести, наоборот, к тоталитаризации. — Потрясающе. — Я хотел бы сказать, что, мне кажется, мы должны сегодня показать пример того, как надо дискутировать, в отличие от очень многих дискуссий, которые показывают отрицательные примеры. Я на 99% согласен с тем, что говорил Александр. Категорически, конечно, я думаю, мемориал в страшном сне видит, чтобы его либеральные взгляды навязывались сталинскими методами. Это, боже упаси, это будет означать, что ничего не произойдет. От позитивного, а наоборот, я так понимаю, что причины были чисто бюрократические, Александр. Вот мы с Францем опытные бюрократы. Скорее всего, там просто была какая-то работа Михаила Александровича Федотова с чиновниками администрации, которая тормозила, потому что никаких других причин для затягивания просто быть не могло. Я хочу просто обратить внимание, очень часто мы аудиторию грузим какими-то своими тезисами, я уверен, что редко, мало кто из тех, кто нас слушает, вообще читал эту программу. На мой взгляд, 95% там абсолютно бесспорных вещей, я их сейчас назову. Смотрите, кто будет спорить о том, чтобы восстановить все имена жертв? Вот сейчас 2,7 миллиона мемориал восстановил, еще примерно столько же невосстановленных. В том числе, может быть, и дедушка Франция. Бесспорная моральная гуманистическая вещь. Второе, кто будет спорить с тем, чтобы захоронение жертв репрессий, которых в стране сотни, получили официальный статус, были защищены законом, так же, как в воинские кладбища. Такое поручение президент Медведев уже, по-моему, дал. Да, уже дал. Третье, кто будет спорить с тем, что нам нужен памятник в Москве, центральный, такой же, какой есть в центре Киева, Астаны и в других бывших советских республиках. Я уж не говорю про сущную Европу. В Барнауле, да. Но я говорю про столицу. Вот у нас сейчас парадоксальная ситуация. У нас в столице страны, которая понесла наибольший ущерб от репрессий, нет памятника. Лежит Лубянский камень, но это общественный памятник. Бесспорная вещь, то, о чем Александр уже упоминал, это то, что у нас в ужасной ситуации, у нас примерно миллион жертв репрессий, наукового удостоверения, в ужасной ситуации кому-то 200 рублей платят, кому-то 300 рублей после монетизации. Надо это исправлять. Ну, не миллион, десятки тысяч. Нет, нет, если брать спецпоселенцы, семьи, примерно около миллиона. И расширять, кстати, категории пострадавших. Они же не все ведь вошли. Но главное, чтобы туда не вошли власовцы. Бесспорная вещь. Вы знаете, власовцы, власовцы вроде. Это вообще должна быть индивидуальная работа, может быть, работа... Александр, мой тезис простой. Давайте мы обсуждали перед тем, отделим мух от котлет. Вот я, например, считаю, что мумия Ленина, это мелочь. Вообще надо ее убрать оттуда. Это вообще не принципиально. Запрет чиновникам оправдывать Сталина, ерунда, надо убрать это. У меня предложение, Александр, к вам. Я так понимаю, что вы проводите тоже работу. Давайте мы в этой программе выделим то золото из этой руды, которого там очень много. Архивы, память, книги памяти, восстановление имен, топонимика, мемориализация захоронений, создание музея. У нас нет полноценного музея, где бы могли школьники прийти и увидеть всю историю. У вас есть музей Гулага? Он полуобщественный. Но тем не менее... Он есть, но он не соответствует масштабам трагедии, которая у нас была. И так далее. То есть, на мой взгляд, вот что произошло с этой программой? Набросились на второстепенные спорные вещи и не увидели пласта вот такого антрацита, такого, знаете, кузбасского, настоящего, который там, безусловно, есть. Это то, что наше государство должно было сделать давно. И с памятью, и с музеями, и с памятниками, и с именами. Почему ты не делаешь? Посмотрите, архивы до сих пор. Вот Арсений Рогинский, когда выступал в Екатеринбурге, он приводил пример. Вот был гениальный поэт Осип Мандельштам. Никого родных не осталось. По действующему законодательству, Александр, как историк, не может получить его дело, потому что только родственники. Ну, это же абсурд. У нас засекречены дела, которым 90 лет, 20-х годов. Это уже все там, Тамбовское восстание, уже там, это вообще далекая история. Это как походы Александра Македонского. Все под секретом. То есть, на мой взгляд, вот мне казалось бы, мы были бы на правильном пути, я на этом закончу, чтобы не затягивать. Если бы мы, как это обычно бывает, сторонники кричат, все там правильно, критики кричат, это все, извините, дерьмо. И то и другое, как правило, ложная позиция. На самом деле, проделана хорошая работа, они ведь не из головы это, Александр, брали. За этим стоит 20 лет, как минимум, работы общественных организаций, кто в теме. И поэтому, если бы мы там, эти 5-10% того, с чем, ну, явно можно обсуждать, спорить, да они сами согласятся, а 90% той необходимой морально-этической работы, организационной, архивной памяти мы сделаем, вот мне кажется, это будет позитивный результат. И, кстати, согласен с Александром, не надо спешить. Год нам понадобится на обсуждение, год. Два года, два года. Мы 20 лет уже их решить не можем, эти проблемы. А к чему должны прийти, подожди. Ну, если мы через два года придем к общенародному консенсусу, что вот эти 10, 15, 20 вещей мы обязаны сделать, и вот здесь я закончу добротой, о которой говорил Франц. Вот я посмотрел цифры, у нас Алтайского края, это моя родина, в Великое Отечественное погибло 220 тысяч человек. Жертвами, значит, сталинских репрессий были 150 тысяч человек на Алтае. То есть цифры, это с учетом немцев, которых туда депортировали, цифры сопоставимы. И вот Путин преклонил колени перед Катынским крестом в знак символа того, что трагедия поляков, этих 18 тысяч, что Россия, она скорбит. Вот я не про Путина, а вообще про наш народ. Мы должны преклонить колени перед жертвами террора. Точно так же, как мы преклоняемся перед ветеранами. И тогда мы будем добрее друг другу. То есть если мы будем помнить всех невинно убитых, и тех, и других. И красного, и белого. Да, и на фронтах, и в ГУЛАДе, вот это будет, мне кажется, и морально, и это сделает наше общество добрее, и мы будем помнить своих предков. Вот я к этому призываю, не выбрасывать эту... Я вот вчера послушал дискуссию на НТВ, это был ужас, все орут. Половина не читала, да. А вот у нас, мне кажется, такая разговор идет хорошая. Надо найти консенсус. Я согласен с этим, но мне пришла в голову одна мысль. Вот тут вот говорится о периоде с 17-го года, когда с нашим государством произошло что-то нехорошее. И вот с этого момента предлагают ставить памятники жертвам репрессий и много чего. Говорится, в частности, о выселенных, да. Но мы знаем, что сама идеология выселения целых наций, она зародилась еще в Российской империи. Черта оседлости. Черта оседлости и депортация, которые проводились в 15-м году. И не является ли определенным маккартизмом ограничивать 17-м годом? Давайте шире возьмем, я жда. Конечно, конечно. Больше того я вам скажу, что у нас катастрофически не хватает памятников, например, жертвам Первой мировой войны. Мы что, их забыли? 7 миллионов человек. Забыли. Забыли. Забытая война. Забытая война. Давайте об этом говорить. Тогда мы рассматриваем дальше. Мы знаем, что и в блестящий век Екатерина, о которой говорится в этом документе, как от точки отсчета. Это уже слишком далеко. И много еще когда. Давайте возьмем... Совершались нехорошие и репрессивные действия. Давайте возьмем 20-й век, не пойдем слишком далеко. А почему? Потому что это забалка. Потому что уже и родственников, и даже прямых потомков от этого времени не осталось. А здесь все еще кровоточит, понимаете? Понимаете, да, безусловно, кровоточит. Но возникает вопрос о том, почему берется 17-й год в качестве. Почему, допустим, период 60-х, 70-х годов, который никак нельзя назвать тоталитарным в советском обществе. Авторитарным, да, но не тоталитарным, никак. И когда не было репрессий. Здесь также свален в одну кучу со сталинским репрессий. Были политические, другое дело, что... Массовых не было, безусловно. Массовых политических репрессий. То есть СССР в периоды 60-х, 70-х годов... Александр, моя мысль, что этот текст, это не Библия. Это не голос. Даже не Евангелие. Не Евангелие. Но именно это говорил нам товарищ Караканов. Я как раз призываю, вот я больше всего боюсь, чтобы мы с водой не выплеснули ребенка. Давайте мы воду грязную сольем аккуратненько, а ребеночка-то оставим. И здесь еще раз, ну по моей оценке 90% здесь правильных вещей, по вашей может быть меньше. Но то, что их много, вы сами признали. Я считаю, что здесь правильных вещей есть. И я думаю, что процентов 30-40 здесь, безусловно, правильных вещей есть. Уже немало. Можно, Юр, я хотел две вещи сказать, которые мне кажется очень важны для дальнейшего. Первое, чтобы мы понимали, осуждение преступлений, это совсем не значит, что это осуждение идеологии, и тем более всех людей, которые этой идеологии придерживаются. Понимаете? Я не был сам членом партии, был там членом комсомола, но несу свою личную ответственность, если я в чем-то участвовал плохом. Но совсем не надо сводить, потому что многие левые понимают так, что сталинизм и все, что было при советах, все осуждается здесь однозначно и без поворотов. Именно это заложено в программе. Еще раз говорю, не заложено это, но поверьте мне, а в дальнейшей дискуссии мы это выясним. Вот это очень важно. Я все время подчеркиваю, что надо говорить не о преступлениях коммунизма вообще, потому что коммунизм вообще идеологии. Надо говорить о преступлениях конкретных государственных деятелей, институтов и так далее. Я с вами полностью согласен. Это первое, и это очень важно. И второе, мы все должны быть гарантами того, чтобы это не вылилось в вот эти попытки тоталитарного ограничения. Кому что можно сказать, кому нельзя, кого снимут с работы, кого нельзя. Этого точно не будет. И если мемориал хотя бы один в том, какой случай пропустит, то нам, собственно, будет и позор. Потому что мы не должны это допустить ни в коем случае. Франс Александрович, скажите мне, пожалуйста, как быстро, по вашему мнению, государство может подойти к вопросу открытия архивов? Что может помешать этому? Что-то же мешает по сей день? Безусловно, в рамках работы архивов, на мой взгляд, там существует огромная, серьезная работа различного рода спецслужб, которая пересекается с своим прямым функционалом, национальной безопасностью, государственной безопасностью. И в то же время эти спецслужбы были инструментом того, что делалось в стране и как этим делом все злоупотребляли. Мы сегодня после развала Советского Союза на постсоветском пространстве, к сожалению, можем видеть подобные элементы, когда используются спецслужбы, в том числе и для неких политических вещей. И они так или иначе где-то возникают. И, конечно, в работе спецслужбы есть вещи, которые вообще могут быть неоткрытые. Это очень плохо. Я именно поэтому, не знаю, наверное, слово «цензура» не имеет смысла, но серьезным основательным историкам дал бы возможность по этому поводу абсолютно свободно работать, чтобы они, как независимые эксперты, дали оценку. Не надо ничего говорить ни про кого. Не надо пытаться оскорбить. Ведь сегодня того ветерана с орденами, с медалями, которые с именем Сталина шел в бой, что бы мы ни сказали, мы не переубедим. Он был, есть и так далее. Но нам сегодня надо, чтобы его дети и внуки эту ситуацию знали. Знали и дали свою собственную оценку на основании объективно существующих фактов. При этом, вы знаете, самое страшное отрекаться от своей истории, от своего прошлого. В нашем прошлом есть с чему поучиться. Мы много что сделали хорошего и вырастили очень хороших и достойных людей. И у советской власти был министр продовольствия у Ленина, который упал в голодный обморок, распределяя продовольствие. Я забыл его фамилию. Серёб. Серёб. Это, кажется, миф, но всё равно он правдоподобие. Я не знаю, я по крайней мере слышал от умных и, скажем так, объективных людей. Поэтому я не думаю, что мы сегодня, к сожалению, откроем все архивы. Но какая-то часть должна быть открыта, особенно по социально значимым вещам. И общество должно знать, что сделала предыдущая власть. И когда я говорю о декоммунитизации нашего общества, мы в это сложное время протестных разных вещей, проблем, которые сегодня есть в нашем обществе и очень справедливо предъявляются обществом власти, не должны дать возможность этим людям в протестных голосовании поднять некие старые идеи, которые наши, в том числе и оппоненты, пытаются навязать общество как единственно правильное, разумное и так далее. Там очень много, там очень много вреда для страны. И самое главное, там много злобы. И мы сегодня злобный и, скажем так, недобрый народ. Я хочу, Юра, подождите, я хочу, знаете, чем закончить? Необычно. Меня потрясла, потряс японский народ на фоне вот этих всех событий, которые были, которые показали всему миру, как люди должны относиться друг к другу в страшной беде. И меня потряс наш русский народ в Домодедово, приехавшие эти бомбилы со всех регионов страны, которые прежде чем оказать помощь людям раненым и убитым, они их начали грабить. Это были наши современники, молодые и не очень молодые люди. И второй момент. Я гарантию даю, что сегодня избитый на улице человек зимой в Москве, вот с разбитым лицом, с порванной одеждой, избитый какими-то хулиганами, умрет в два часа ночи, его никто не пустит с этим видом. Вот я о чем хочу сказать. Спасибо вам, господа. К сожалению, наше время завершилось. Я выполнил свое обещание, данное слушателям, я сегодня молчал, но в конце программы очень коротко скажу. Есть замечательный театр «Современник». Раз в месяц там идет постановка по книге Евгения Гинсбург «Крутой маршрут». Постановщик этого спектакля Галина Волчук. Сходите один раз. Многое выводы вы для себя сделаете. До девять вечера.